У меня такой вопрос не палеонтолога, но насколько вы используете информацию о морфогенезе и структурных рядах? То есть вот то, что вы показывали структурный ряд, скажем, грудины, там совершенно хорошо просматривается потенциальный переход от одной структуры к другой. Или, скажем, два структурных элемента, тоже, по-моему, не помню чего, грудины, кажется, или киля, где-то там, между, господи, вылетела у меня тоже сцепка там, где-то вот был ряд такой тоже, в профиле. Да, вот это, да, ну, собственно, это вот фазан и горица, да? То есть вот видите, несложно просчитать структурные изменения, которые, возможно, в морфогенезе могут наблюдаться. То есть, скажем, молодые одни там, другие, и вот эти стадии, скажем, недоразвитые фазаны, это будет почти год. Скажем, да. Спасибо. Спасибо, да. Современные верохвостые птицы растут очень быстро. Они вырастают уже, полностью окостеневают, вот, скажем, к осени, если они вылупляются в начале лета. И поэтому в ископаемом состоянии мы не находим молодых верохвостых птиц почти никогда. А если находим, то у них никакой морфологии не сохранилось, потому что нет их вистемения. Инноциорнисы совсем другие. Известно, что они росли долго, по крайней мере, несколько лет. И большинство инноциорнисов, которые мы знаем, это как раз молодые экземпляры, с той или иной степенью об развитии тех или иных элементов. Но мы можем наблюдать у летописи, как развивались сложные структуры. Вот карпометокарпус, цевка, как развивалась грудина, как она растеневала. Другие кости простые, не слитые из элементов, мы ничего не видим. Они вот не меняются у инноциорусов, такие, как есть. А в цевке, в пряжке, мы просто видим сливание. У более ранних форм они не слитые, а у взрослых они слитые, никаких образований нет. Вот ничего такого, к сожалению, в антогенезе проследить не удается. Может быть, это могло бы действительно что-то нам помочь, но не удается. И тем более в пронетологии. Покажите, а вот птицы больше всего сейчас находят, я так понял, в Китае, да? С чем это связано на этих птицах? Лез, что ли, там, влияет? В подложениях они уже сохраняются. Или какая-то другая причина? Почему мы все оттуда? Ну да, понятно. Но обычно, когда говорят про этих раннемеловых птиц, оказывают уместное хождение. И вот это мое, конечно, впечатление, что я не показал. Потому что это огромные выработанные просто площади и объемы, которые не только профессионалам, и не столько профессионалам, насколько любительны. Китайцы живут очень бедно, и эти птицы очень дорого стоят. И огромное количество китайцев ищет эти экземпляры и потом старается продать. И это основная, на самом деле, причина, почему это в Китае. Большое число людей, а не то, что они там по-особому сохранились. Вот если бы китайцы стали искать там, в Сибири, или, не дай бог, в Москве. Они там, конечно, по-особому сохранились, потому что это, по-видимому, были озера, которые были засыпаны пеплом вуканическим. Пеплом, не лесом? Нет, это вуканический пепел и такие сладцы вуканические получаются. Есть и другие такие местных рождений. Вот у нас в Сибири тоже есть, там работают люди несколько лет, копают 3-4 человека, и уже накопали 2 птицы. Если это копать 100 лет и копать 10 тысяч человек, у нас будет, возможно, то же самое. А еще вот такой вопрос. Ну, из всего, что вы рассказывали, я вот так вот вижу, что все идет в масоничность революции. Вот, скажем, голова оттуда сохраняется, а лапы оттуда и так далее. Вот если сравнить по другим, не птицам, по грызунам, при антологии, там, ну, еще как бы, каким-то группам. Вот, мазоничность, ну, она, наверное, всеобщая, да? Я думаю, да, но вообще-то я брахлый специально струбирую. Ага. Есть вот такой, чтобы, ну, вот, мне палеонтологов было понятно? Нет. А что-то только для палеонтологов, но обзор такой большой. Именно по вот мазаичности и разнообразию? Нет, нет, по всем переходам. Потому что сейчас современная палеонтология птиц показывает обилие переходов. То, о чем не считал Дарь. Я знаю одну такую работу, западную, Берлинда Майера в 2008 году, где он очень кратко упоминает 3 или 4 вот из этих групп. И все. Ну, на русском языке ничего нет. Но достаточно много работ про раннюю полицию. Вот если мы берем происхождение птиц от динозавров, тут, да, много англоязычных отзоров. Ну, они не нацелены на восстановление континуума, конечно, но из них, вот эту картину, можно выжить при необходимости. Я очень удовольствую. Как вы относитесь к дискуссиям, а как аутентичности отпечатков археоптерица? Ведь вы сказали о том, что это подделка, и другие такие версии. Ну, к счастью, я могу здесь не иметь своего мнения. Вот, дискуссия действительно была, и, по-моему, она была в 70-х, если не ошибаюсь. И пришлось ученым отстаивать реальность археоптерица. И были хорошие публикации, хороший журнал вот про то, что археоптерикс – это действительно ископаемо. Но сейчас с этим проще, потому что мы знаем, вот я здесь показал джихолерниса, а есть еще несколько таксонов, птиц, кремитивный, с длинным археоптериксовым хвостом. То есть их было много. Скажи, пожалуйста, вот у нас в многих сельянских местонахождениях, в байсе, в той же самой нижней головой, довольно много перьев. То есть это именно в меловых местонахождениях. А потом в фейнозоре перья исчезают. Массовская вещь. Насколько я вот понимаю, с чем это может быть связано? Есть, опять же, высказывалось предположение, что может быть вот эти перья, которые были во множестве в меловых местонахождении, что они, может быть, не птичьи как раз, а динозавровые. Хорошо, спасибо. Но может они и динозавровые. Но вряд ли, потому что то, что мы знаем динозавровых перьев сейчас, это либо летательные перья, которые довольно специфичные, либо какое-то странное оперение, видимо, декоративное. Так что вот таких контурных, коротких, ну вот я много видел про фейт-экбелев, которые у нас есть, они в основном такие контурные, покровные, коротенькие, ну если не так, динозавные. Мне кажется, они все птичьи, потому что у динозавров такого покровного оперения, насколько я знаю, ну нет, у них какие-то все оперантные типы оперения. И мы знаем, что в раннем милу разнообразие настоящих птиц уже было велико. То есть, наверное, все-таки это такой, может быть, это не было вопросом, но в то же время я хочу сказать, что, наверное, это птичьи птицы, перья. А, ну, наверное, отсутствие в кайнозоре связано с тафаномией, потому что в Европе, там, в том же Меселе, там тоже полно перья. В перья они возникли, я где-то когда-то читал, что из-за порхающего полета они там что-то с деревьев так прыгали плавно, планирующий полет. Отсюда возникли, как считается на сегодня, в чем суть происхождения? Спасибо, да. Ну, и есть еще позиции у современных полярмитологов и полярмитологов. Значит, изначально было две теории происхождения полета с земли и древесная. Древесный бог выдвинул, так как разработал хорошо, наземный остров. И, в общем-то, они конкурировали долгое время между собой и в основе этих дебатов лежал архиоптерик. Но потом, когда были найдены, ну, и не было понятно, на самом деле, образ жизни архиоптерикса и его роль в происхождении птиц, поэтому тут все было так немножко зыбко. А когда нашли летающих демонерапторов и динозавров, то в первый момент как будто бы это оказалось, что это поддерживает гипотезу о древесном происхождении полете, но, наверное, о планирующем, потому что в древесной среде считается, что, наверное, было планирование, потому что очень много планирующих животных в лесах. Но со временем вот сейчас эту гипотезу немножко отставили, потому что, ну, по разным причинам, и я, может быть, не очень готов даже сказать, почему, но сейчас практически все считают, что оберение летательное оно возникло не в связи с полетом, это точно, и оно могло быть, скорее всего, последней гипотезой, что оно несло изначально все-таки декоративную функцию, потому что уж очень много разных всяких декоративных пелев сейчас известно у разных примитивных птиц и у динозавров. Там разные-разные типы, которые явно декоративны и без опахалка, какие-то жесткие, или там у них какие-то кусочки, как раз все черные, которые не встречаются у летающих птиц. И вот это разнообразие оберения у нелетающих животных, причем оно не покрывало все тело у самых примитивных, приводит к мысли о том, что, скорее всего, декоративная функция была значимая. Ну, вот у меня нет своей определенной позиции на этот счет, но вот общая такая тенденция так будет. Они термо-регулирующие, да? Именно декоративные, да, потому что, когда у вас перья на кончике хвоста, или на кончике крыла, какие-то жесткие, то тут тяжело регулировать что-то. Но, несомненно, с распространением пера по поверхности тела, там хотя бы крыла, включалось, и какая-то термо-регулирующая функция. Но считается, что она была не первичной. Верно ли я понял резюме вашего доклада, который вы явно абсолютно не сделали, но я думаю, что вот, да, в инсекции нет промежуток, а теперь вот они здесь. Я хотел, да, показать, без резюме виноват, что, конечно, не все фиатусы мы закрыли, но кое-какие немножко закрыли, и видно, что потенциал у СКФ в разнообразии вот закрытия фиатусов есть. Я думаю, что да, вот это так.